Далее эфир продолжит наша традиционная рубрика «Губерния все 20 лет». И сегодня Вячеслав Корнев расскажет, что интересного происходило 12 декабря в разные годы. Слава, здравствуй, с чего начнешь? Добрый день. Начнем с 2003 года, когда поменяли советские трудовые книжки. Вплоть до 2003 года трудовые книжки выпускались еще с гербом Советского Союза, а после 2003 года уже с двуглавым орлом. Ну а сейчас хотят вообще трудовые книжки бумажные перевести в электронный формат. Вот у меня до сих пор трудовая книжка с гербом Советского Союза. Раритет. Но в 2004 году архив Хабаровского края стал выдавать родословные хабаровчанам. С тех пор стал очень популярным, модным вести геологическое древо. Да, находить там дворян среди предков. Я не нашел никого, кроме крестьян. Ну и в 2012 году, естественно, ждали конец света. Конец света с начала ожидался уже с самого начала 2012 года. Но когда он не наступил, в январе, дата его стала отодвигаться. Якобы смертельное сочетание цифр – это либо 12 декабря, то есть 12-е, 12-е, 2012-е, либо 21 декабря, 21-е, 12-е, 2012-е. В интернете появилось целое сообщество так называемых выживальщиков, то есть людей, которые верили, что 12 или 21 декабря произойдет какая-нибудь катастрофа и готовились выживать в подземных бункерах. Среди выживальщиков были и жители Хабаровска, которые готовились к приземлению на площади Ленина агрессивно настроенных инопланетян. Появился даже прогноз погоды в Хабаровске после конца света. До 21-го числа идет погода такая, какая есть, а 21-го температура 999 градусов, метеоритный дождь, и 22-е, 23-е и так далее – это уже пустые дни. Все, планеты нет. Как вы, видимо, уже догадались, в 2012 году конца света не наступило. И 12-го декабря 2014 года жители Хабаровского края болели за своих. В Москве проходил конкурс исполнителей «Голос». Уроженец Хабаровского края Сергей Михайлин стал одним из фаворитов всероссийского конкурса исполнителей «Голос». Точнее, сам он жил тогда уже в Москве, но на родине его хорошо помнили, потому что именно Михайлину чаще всего поручали вести массовые мероприятия. Ну, например, открытие площади Ленина после реконструкции. Кроме того, он был звездой конкурса «Звезды Амура». Как рассказала корреспондентом «Губерния» Ирина Геллер, отбиравшая участников конкурса «Звезды Амура» в начале 90-х, Сергея Михайлина она сначала брать не хотела, потому что он был слишком большой и шумный, но талант пробился. Всероссийское голосование зрителей в шоу «Голос» проводилось, когда в Хабаровске была уже ночь, но поддержать земляка собирались жители всех дальневосточных регионов. Я благодарю всех дальневосточников, которые поддерживают меня в течение проекта «Голос» своими смс-сообщениями, своими телефонными звонками, своими сообщениями в социальных сетях. Вы знаете, это действительно очень необходимо, это очень поддерживает и дает тебе толчок идти только вперед и не останавливаться. Увы, разница во времени все-таки сыграла свою роль, и победа в шоу «Голос» досталась представителю более удачно расположенного региона. Зато через два года в Хабаровске состоялся симфонический рок-концерт. Идею исполнить классику рок-музыки в сопровождении симфонического оркестра подкинул музыкантам ансамбля «Дальний Восток» Дэн Мак Маккаферти из группы «Назарет», приехавшей к нам с концертом. Год ушел на оформление авторских прав и адаптацию материала. Труднее всего пришлось с вокалом. Практически все монстры рока были обладателями тенора, а в ансамбле «Дальний Восток» — баритона. Пришлось находить компромиссы. И все-таки оригинальное исполнение лично мне нравится больше. Но не буду навязывать свое мнение. Проект «Губерния все 20 лет» продолжится завтра. Продолжение следует...